Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Новгородского областного телевидения, программа «Диалог» и я, Светлана Стерлигова, ведущая сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас в студии заведующая Центром информирования и консультирования потребителей Лидия Александровна Зарецкова. Здравствуйте, Лидия Александровна. Права потребителей не носят сезонный характер, и тем не менее, вот как летом уменьшается или увеличивается количество жалоб? Вот так однозначно сказать нельзя. Какими-то волнами идут обращения. И, конечно, есть снижение на летний период, но в целом, по статистике, такого значительного уменьшения нет. Практически ровно. А вот с какими вопросами чаще всего обращаются или жалуются? Сейчас или в летний период? Вообще и в летний период, в частности? Ну, вообще по товарам, по непродовольственным. Сейчас участились случаи обращений по нарушению правил продажи продовольственных товаров. Именно нарушения правил в сетевыми предприятиями торговли. И, конечно, бытовые услуги. Это большой такой поток обращений вот по этим направлениям. Есть единичные случаи сегодня обращений по нарушению правил оказания туристских услуг, финансовых услуг. Достаточно много. Ну, а, конечно, самый большой такой вот блок обращений – это бытовые услуги. И финансовые услуги? Финансовые услуги – это кредиты берут потребители, страхование – это включается сюда в финансовые услуги. Нарушения по страхованию условия потребителей. Здесь, конечно, потребитель считает, что его права нарушены, но в основном потребитель здесь неправ. Не прочел то, что написано маленьким шрифтом? Да, подписал, не прочел. Ну, на сегодня уже такого нет, чтобы выделялось каким-то мелким шрифтом. Соблюдается один шрифт. Ну, просто он объемный договор по финансовым услугам. Его, конечно, нужно внимательно читать. Ну, для того, чтобы потребителям, коль мы коснулись сразу этого блока, хочется напомнить, чтобы не забывали читать договор. И если присоединяет кредитная организация к страхованию, то нужно помнить, что отказаться от страхования можно только в течение пяти дней со дня заключения такого договора. Потом уже отказаться нельзя. Вот, об этом надо, конечно, помнить. Если кредитная организация дает такие условия, что без страхования не предоставит кредит, конечно, потребитель вынужден заключать такой договор. Ну, от этого можно отказаться. То есть подумать хорошо, взвесить, нужно ли такое страхование тебе, и отказаться. Вот это да. По бытовым услугам, вот сейчас сезон как раз, начиная с весны, наши граждане готовятся к дачному сезону. Кто-то баньку строит, кто-то ремонтирует дачный домик, кто-то строит дом. Вот эти сплошные нарушения исполнителями таких услуг. Ремонты квартир, очень много нарушений. Но самое главное, что наш потребитель, опять-таки, живет по старинке. Все на каком-то доверии. Подписал договор, а то, что деньги он отдал, и нужно на это подтверждение, что он столько-то денег заплатил, об этом забывают. Говорят, ну как же, в договоре же прописано, что нужно внести аванс 100 тысяч. Но это нужно, прописано. А выполнено это условие или не выполнено? Платежных документов нет. Потом вот приходится доказывать, искать свидетелей, но это уж не всегда они есть, что действительно деньги были уплачены для того, чтобы расторгнуть договор и получить уже те деньги, которые человек оплатил этому исполнителю. Ремонты выполняют, многие сейчас устанавливают стеклопакеты, входные, межкомнатные двери. С очень серьезными недостатками эти работы проводятся. Это тоже вот нарушения такие прав потребителей. И самое главное, что на сегодня по услугам. Если, допустим, по непродовольственным товарам, за исключением технически сложных, потребитель может сразу на выбор выбрать требования, расторгнуть или обменять товар, то по услугам право потребителя расторгнуть только в том случае, если недостатки исполнителям не устранены. То есть первоначальное требование, это в обязательном порядке, нужно заявить требование об устранении недостатков и назначить срок для устранения этих недостатков. Конечно, вот это проблема. У нас же, как на сегодня, исполнители выполнили работу и считают, что все это уже хорошо. А то, что человек остается с серьезными недостатками, и он должен с ними жить, как-то приспосабливаться, об этом они не думают. То есть обращаясь к таким исполнителям, назначая срок, конечно, не торопятся выполнять, а только дают обещание. И, конечно, здесь опять нужно обратить внимание потребителей на то, что не надо заводить какие-то переговоры по телефону. Уговаривать, то есть позвонил, вам обещают, что да, конечно, мы приедем, все исполним. Это сказки. Нужно обязательно писать письменно, предъявлять требования, то есть через заявление, через претензию. Неважно, как вы обозначите свое письмо, можете не обозначить его никак, но обратиться к тому исполнителю, с кем заключен договор, и в обязательном порядке потребовать, требуя устранить недостатки, допустим, в пятидневный срок. Вот это главное требование прописать. Тогда уже потом можно и защищать свои права в суде. Но надо напомнить, опять-таки же, что защита прав потребителей у нас осуществляется только судом. В досудебном порядке это оказание помощи по восстановлению нарушенного права. Поэтому вот в этот период, который дается законом, самому потребителю предъявить эти требования, конечно, нужно соблюдать нормы этого закона. То есть если по услуге мы можем потребовать устранения недостатков, только это и ничего другого. У нас многие приходят и сразу требуют вернуть деньги. И считают, что это уже законно. И, конечно, начинают нас убеждать, да что это за закон? Не хочу я, чтобы вот у меня с такими недостатками, с дефектами стояли двери. Ну вот последнее обращение, да, межкомнатные двери. Есть, оказывается, левая там правая. И, соответственно, замок и ручка устанавливаются на определенную панель. Исполнитель прислал своего работника. И двери поставили снизу вверх. То есть низ оказался вверху, вверх внизу. То есть не той стороной. А там стекла. И ручка при использовании ручки царапает стекло. То есть это говорит о том, что в такой сборке, при таком монтаже двери, дверь не может быть принята к эксплуатации. То есть она может привести, испортить дизайн, конечно, и может повредить полностью эту дверь. Соответственно, вот эти недостатки должны были быть на стадии приостановленной работы, на стадии установки этой двери. То есть потребитель обязан контролировать выполнение этих работ. Прописано. Значит, если мы не контролировали, и получается исполнитель говорит, но он же видел, что ему перевернули дверь. Он согласился. Акт подписал. То есть уже потом не предъявить этих требований. Поэтому нужно обязательно, конечно, обращать на это внимание и самому контролировать. Потому что закон у нас прямого действия, и сам потребитель должен себя защищать. Как завершилась эта история с дверью? Ну, акт был подписан. Потребитель согласилась. Только за счет ее дополнительных средств заменили дверь. Эта проблема была устранена? Устранена, но это уже убытки потребителя за счет того, что, не подумав, подписали акт принятых работ. Уважаемые телезрители, это программа «Диалог». Сегодня о защите прав потребителей мы ведем разговор в нашей студии с заведующей Центром информирования и консультирования потребителей Лидией Александровной Зарецковой. Буквально через несколько секунд мы продолжим разговор в студии. Оставайтесь с нами. Лидия Александровна, поскольку лето началось, вот вы сами уже сказали о том, что это туристический сезон, люди покупают билеты на самолеты, на поезда посредством интернет, покупают туристические путевки и не всегда остаются довольны своим отдыхом. Вот как предотвратить вот эти нежелательные моменты? Ну, первое, это еще раз надо напомнить, что обязательно нужно смотреть, чтобы вам выдали документ, чтобы вы заключили такой-то договор и на что конкретно, чтобы там было прописано. Но вот не могу не сказать опять по одному туристу, который уехал в Турцию без документов, вот с кем заключен договор, на какой вид отдыха, никаких у него посадочных билетов не было, только ваучер. И в итоге в Турции он проспал на выезд из Турции, то есть в гостинице. Он заказал на рецепшены разбудить его, его не разбудили. Гид не побеспокоился, что не хватает туриста. В итоге потребителю пришлось дополнительно заплатить 14 тысяч, чтобы выехать из этой страны. Поэтому опять-таки же вот все сводится к тому, что мы платим деньги, мы должны знать, за что мы платим, и то ли нам предлагают, что мы хотим получить. То есть вот эти условия существенные, которые мы хотим получить по услуге, мы должны обязательно читать и согласовывать их, чтобы вот таких не было у нас недоразумений. Но удивительно, что он вообще отдохнул без документов. Всех впускать, никого не выпускает. Вы знаете, вот очень часто с этим нарушением к нам обращаются. Опять-таки же вот это интернет. Заказ. С туроператором заключил договор по интернету. что в аэропорту на стойке ему выдали ваучер, и он посадочный билет, а обратно должен был получить посадочный билет у представителя этого туроператора. Ну, его называют гидом, да, по стране. То есть что не сделал молодой человек? Или не сделал этот гид? Ну, у него на руках нет никакого документа, кроме ваучера. И поэтому он сел в тот самолет, на котором он должен был и вылететь, но только заплатил уже, потому что при посадке у него не было на руках никакого документа, что он оплатил авиаперелет. Ну, это, наверное, вот издержки самостоятельного, да, путешествия, потому что все-таки менеджер туристическому агентству обычно все вот разжевывает, все объясняет. Вы объясняете, но не всегда. Вот мы говорим о том, что в целом, да, такого нет нарушения. Но вот случилось такое, что работник этого туроператора недостаточно квалифицированным оказался, либо неисполнительным. То есть как он мог выехать из гостиницы, если у него не сел турист? Он должен был это проверить. Это уже нарушение оказания туристских услуг. То есть он должен, он привез и должен вывезти этого туриста. На самолет посадку произвел группу без одного туриста. Но вот если задуматься правильно, так ли виноват сам турист? Его ввели в заблуждение. Он не должен быть вот на 100% грамотный. Единственное, что мы сегодня говорим, что все должны иметь сам договор на руках. Документ должен быть. Должен быть. Вот на это грамотность должна быть в обязательном порядке. Заплатил, дайте мне документ, что я вам оплатил. То есть это как бы вот не должно обсуждаться. А вот сам туроператор должен исполнять тоже свои обязанности. Как вот если он взял на себя обязательства, создал группу туристов, объединил их в одну команду, привез в страну и должен их вывезти в полном составе. Такого не должно быть, конечно. Отправляясь в поездку, вот еще раз подведем итог. Все-все документики собрать в один файлик. Аккуратненько сложить и держать при себе. Самое главное, да. Если бы наш турист оформлял в турагентстве, то ему бы дали полный пакет документов. И кроме того, правила пребывания в этой стране. Это обязательно. А вот по интернету потребитель не просматривает никаких, что ему нужно, не интересуется. И не потребовал у туроператора или турагента, чтобы ему это выслали по почте, да, или выдали в месте, где он получает документы. Ну, здесь вот в аэропорту, там же есть место, отведенное для такого туроператора, который отправляет туристов. Ему там не выдали документов. А почему он сам не потребовал? А где договор? Сказали, да, а вот ваучер – это все. А ваучер – это ничто. Еще не все. Может быть, что-то, но еще не все. Да, да, да. И вот поэтому, конечно, здесь нужно предельно быть внимательными. Платим деньги не в пустоту. Мы должны знать, кому мы заплатили и за что мы заплатили, чтобы у нас на руках хотя бы... Ну, на сегодня в любом случае это публичная оферта. Мы заключили договор, сам договор с условиями, допустим, отсутствует. Но платежный документ, что ты эту услугу оплатил – это уже основание предъявлять требования. Вот что касается вообще других покупок через интернет. Вот не только туристических путевок, но и, допустим, билетов на самолеты или на поезд. Это все, конечно, однозначно. Правила одни. Дистанционно – это мы должны обязательно знать, с кем мы заключаем договор. Юридическое лицо, его юридический адрес, сведения о госрегистрации, извините. И, конечно, если это индивидуальный предприниматель, точно так же. Его фамилия, имя, отчество, его адрес регистрации, если это дистанционно, это требование. И сведения о госрегистрации деятельности. Чтобы можно было, но кроме того, нужно еще дистанционно проверить. Ведь нам сегодня дистанционно могут подсунуть недостоверные сведения. Мы же там можем напечатать, ввести что угодно. Проверить, действительно ли такая организация или такой индивидуальный предприниматель существует, и он действительно оказывает такие услуги. Ну и потом лучше покупать на официальных сайтах. Вот и на каких-то перекупщиках, посредниках. Лидия Александровна, мало времени остается, а вот вы к нам пришли с литературой. Что это за литература? Я просто показать нашим потребителям, что до заключения любого договора, купли-продажи или оказания услуг, всегда можно познакомиться. А что нужно для этого, чтобы вас не обманули или не ввели в заблуждение? У нас разрабатывается очень много памяток потребителям по всем направлениям. Вот сейчас сезон летний, отдыха, у нас и памятка, что дать перекусить ребенку в поездку, гостиничные услуги, парикмахерские услуги, отказ от авиаперевозчика. То есть абсолютно на все направления есть такие памятки. Если кто-то не может в интернете познакомиться, это, конечно, можно к нам обратиться в центр и спросить, что мне нужно, чтобы состоялся у меня или услугу мне оказали такую правильную. В МФЦ мы сегодня дважды в неделю, в понедельник и в пятницу консультируем и информируем с 11 до 17. То есть потребитель может обратиться и к нам в центр на Германа 29, в МФЦ или же в интернете. Все на нашем сайте это и есть. Ну, во всяком случае, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Конечно, конечно. Вот лучше узнать все действительно тонкости и детали для того, чтобы отпуск прошел на ура, да, и не было никаких непредвиденных неприятностей. Да, вот с этими, с возвратными билетами, то есть потребитель уже вот покупает и даже не знает, что у него невозвратный билет или возвратный билет. То есть вот по каким-то обстоятельствам он отказывается от перелета, а не знает, получит он обратно деньги или не получит. То есть вот разработаны такие тоже памятки. И с этим потребитель может познакомиться себе, записать, на что обратить внимание, когда покупает такой билет. Особенно заранее. Кто-то за полгода покупает эти билеты или бронирует. То есть вот это все есть. Главный итог нашей сегодняшней программы. Все документы нужно держать при себе. Обязательно. На любую услугу нужно обязательно брать платежный документ. Письменный договор и платежный документ, если платят деньги. Спасибо вам большое за эту информацию. Я думаю, она будет полезна очень многим нашим телезрителям. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что эти 20 минут были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова